Светлана Казакова. Ассистентка для волшебника. Часть первая. Ассистентка для волшебника. Глава первая. Цвет волшебников красный. По цвету одежды их самих, а также их ассистенток, можно узнать издалека. Словно яркая алая вспышка среди предпочитающих неброские расцветки остальных жителей королевства. И услышать тоже можно издалека. Особенно одного конкретного волшебника. Нет, нельзя сказать, что его голос звучит ужасающе. Если вслушаться, он даже приятный, мужественный, бархатистый такой, словно у исполнителя оперных арий. Вот только интонации, надменные, высокомерные, всё портят. Абсолютно всё. Услышав его посреди людной площади, мимо которой проходила моя дорога, я помурщилась. Соблазн пройти мимо, обойдя кружным путём это сборище и притвориться, что ничего не заметила, был так силён, что ноги сами повернули в сторону. Но усилием воли заставила себя двинуться не туда, а прямо в толпу. Отчаянно не хотелось сталкиваться с этим человеком лицом к лицу, но ничего не поделать, это моя работа. И пусть сегодня мой законный выходной, начальство не простит, если узнает, что я прошмыгнула мимо назревающего скандала, даже не попытавшись ничего сделать. Репутация наших клиентов — репутация агентства. Чем лучше мы улаживаем конфликты, тем больше волшебников обращаются к нам, а не к конкурентам. Хотя, если говорить совсем честно, я была бы только рада, если бы Эдриэн Дельгар покинул аромат волшебства и ушёл в другое агентство, ещё бы и платочком ему вслед помахало. Но не дождёшься ведь. Сделав глубокий вдох, я принялась расталкивать народ локтями. Люди неохотно расступались. Наконец-то, прорвавшись в самый центр толпы, я сдула с лица растрепавшиеся тёмные локоны, бросила удручённый взгляд на помятое в давке новое платье, разумеется, красное, покачала головой, увидев по-модному размалёванную белокурую девицу, которая стояла напротив Дельгара и явно качала права. У самого волшебника вид был крайне скучающий. Подбоченившись, он смотрел на блондинку так, будто видел перед собой надоедливую муху, осмелившуюся нарушить его покой. Собственно, он практически на всех взирал с подобным выражением лица, так что я этому даже не удивилась. Как, впрочем, и словам девицы. «Ты обещал!» «Я говорила сладкие слова, и я верила тебе!» Восклицала она, сопровождая завершение каждой фразы, топаньем, обутой в туфельку на каблуках ноги, как будто резкую точку ставила. «А теперь я, возможно, жду от тебя ребёнка, ведь от этого же и в самом деле бывают дети!» Я закатила глаза. Кто бы знал, как часто за свою трёхлетнюю службу в агентстве я это слышала. Всегда и везде находится немало желающих. Обзавестись малышом от волшебника. Вот только... «Ну, наконец-то!» Заметив моё появление, снисходительно бросил Эдриан Дельгар. «Разберись тут, а мне некогда. Прощай, детка, ты была великолепна!» Обратился он к блондинке. «Не устроит эту публичную разборку, могла бы получить дорогой подарок в честь нашего расставания, но, увы, ты упустила свой шанс». С этими словами волшебник ловко, даже как-то изящно раздвинул окруживших его зевак и скрылся в неизвестном направлении. Эффектнее выглядела бы разве что телепортация, но в пределах города она запрещена, поскольку случались нежелательные последствия, вроде понёсших лошадей, испугавшихся внезапных исчезновений в клубах дыма, и шумных детских истерик, чьи родители потом осаждали агентство, требуя компенсации за нервное потрясение их чада. «Разойдитесь, пожалуйста», — повысив голос, произнесла я. «Видите, он уже ушёл. Больше ничего интересного тут не произойдёт, уверяю вас». Девицу же, которая уже начала громко всхлипывать, я взяла под локоть и отвела в сторону. «Но он же обещал», — повторила она, когда я вытащила из редикюля и протянула ей чистый носовой платок. «Говорил, что я самая красивая, а теперь...» «Знаю», — заверила я. «Это не первый случай. Большинство волшебников весьма охочи до женского пола». Я не стала добавлять, что зачастую девушки вешаются на наших клиентов сами, поклонницы, обожательницы. Даже клубы создают, где обмениваются информацией о своей любимой звезде, так они их называют, и коллекционируют портреты. А ещё подкарауливают своих кумиров повсюду, кричат, визжат, просят автографы. И этим, кстати говоря, очень мешают работать. «Но как же ребёнок?» — с надеждой задала вопрос собеседница. «Вдруг он появится? Тогда Элир Дельгар на мне женится?» «Жаль вас разочаровывать, но дети у волшебников появляются только с их желания», ответила я, повторив то, что уже говорила не раз, другим вот таким же понадеявшимся на чудо глупышкам. «Каждый из них знает особые средства, но вы понимаете, чтобы не допустить». «А если всё-таки?» «Увы, это исключено», — покачала головой я. «Семейство Дельгаров очень известное, и далеко не каждое годится ему в супруге. Наследники этого рода могут появиться на свет только в законном браке». «Но я отдала ему всё, а ведь я берегла себя для мужа. Думала, что после всего, что между нами было, он непременно на мне женится. А ещё я его полюбила. Правда, полюбила по-настоящему, а не за то, что он волшебник, знаменитый и богат». Это прозвучало с горькой обидой. Ну, ещё бы. Где-то в глубине души я даже понимала её и всем сердцем сочувствовала девушке. Однако была уверена, что Эдриан ни к чему её не принуждал. Да, безусловно, соблазнял, как он умеет, но всё происходило по взаимному желанию и к обоюдному удовольствию. А поскольку нравы в королевстве Перегрин в наше прогрессивное время не самые строгие, то со временем, когда эмоции улягутся, ей не составит труда найти кандидата в мужья. «Я пойду в газеты и всё про него расскажу», воскликнула блондинка. И это я тоже слышала не раз. «Вы можете получить щедрую компенсацию от нашего агентства, если подпишете бумагу о неразглашении сведений. Газетчики, конечно, ухватятся за вашу историю и раздают скандал, но поймите, вы же в первую очередь не его, а себя на всё королевство опозорите. Дельгар не исправится, может остепениться с годами, а пока...» Я махнула рукой. «Как же вы с ним работаете?» Уставилась она на меня широко раскрытыми светло-голубыми глазами. Красивые глаза, кстати. Стереть бы ещё растёкшуюся тушь, и будет настоящая красавица. Неплохой у этого звезду на вкус. «Вот так и работаем», — развела руками я. «Кстати, меня зовут Мариэта. Можно просто Мари, а вас?» «Сильвия», — отозвалась она. «Знаете что, Сильвия, сейчас мы пойдём в кофейню пить марципановый кофе с тёплыми булочками, а потом вы приведёте себя в порядок, и я провожу вас в агентство. Договорились?» «И не плачьте больше, не стоит оно того, поверьте. Вам ещё встретится достойный человек, с которым вы будете очень счастливы. Вот и видите». «Хочу, чтобы он тоже страдал», — решительно произнесла она, сжав кулаки. «Чтобы влюбился так, что ни спать, ни есть, не сможет, и чтобы на себе ощутил, как это больно. Тогда он больше ни с кем так не поступит, как со мной никогда». «Было бы неплохо, но где же найдёшь такую девушку?» — хмыкнула я. А в груди что-то ёкнуло. Было время, когда и я о том же мечтала. Ещё до того, как устроилась в аромат волшебства. Но работа в агентстве быстро стащила с меня розовые очки, заставив увидеть реальные, а не созданные моей фантазией лица красавцев-волшебников элиты нашего мира. Иллюзии развеялись, как утренний туман, а чувства — глупости всё это. Нет у меня никому никаких чувств. Глава вторая На следующий день я вышла из дома в полной уверенности, что всё в порядке. Но уже на подходе к величественному зданию, все три этажа, которого занимала наша контора, ощутила какое-то дурное предчувствие. Интуиция буквально вопила о том, что впереди грядут неприятности. И не ошиблась. Едва я переступила порог и привычно зашагала по широкому коридору, как наткнулась на сочувственные взгляды сновавших туда-сюда коллег. «Марии, наконец-то ты здесь!» — подскочила ко мне моя приятельница Алисия. «Элира Граус тебя зовёт! Ступай прямо к ней, пока у неё от злости пар из ноздрей не пошёл!» — добавила она, понизив голос. «Что, и вправду рассверепела?» — нахмурилась я. «Сердится на меня, но почему?» «Это как-то связано с Дельгаром», — прошептала собеседница. «А ещё с утренними газетами, которые ей каждый день приносят. Что-то там про него написали такое нехорошее. Йорхины побрякушки», — выругалась я, не сдержавшись. «Я ведь всё уладила ещё вчера, что могло попасть в газеты. Я не читала, с утра ношусь как в мыле, а Элире Граус никто старается на глаза не попадаться», — вздохнула Алисия. «Она права. Нрав у нашей начальницы суровый. В гневе Элира Ритта Граус страшна точно демонические твари с изнанки мира. Никогда их не видела, но те, кому довелось, описывали весьма живописно. Так уж устроен наш мир, что волшебниками рождаются только мужчины. Дар передаётся по наследству в нескольких именитых семействах Перегрина, однако в редких случаях одарённым может оказаться и человек скромного происхождения. А вот ассистентками служат представительницы женского пола, и когда-то одной из них была и Элира Граус. К своим 50 годам она достигла многого, даже агентство открыло сама и переманила сюда нескольких важных клиентов из другого, где работала прежде. Без твёрдого характера и умения видеть свою выгоду у неё бы вряд ли это получилось. Мне до каких-либо карьерных достижений ещё расти и расти, учиться и трудиться. Я пока занимаю самую рядовую должность, однако нахожусь у начальства на хорошем счету. Была до некоторого времени, по крайней мере, до возвращения в город Эдриана Дельгара. Мы с ним как-то сразу друг другу не понравились. Я ему, наверное, тем, что не лебезила перед его высокомерной персоной, как другие сотрудницы агентства. Старалась быть профессиональной и внимательной, но в то же время не подобострастной, а он привык именно к такому отношению. У нас уже было несколько крайне неприятных столкновений, во время которых волшебник имел возможность потренироваться в язвительности и сарказме. Впрочем, начальнице он вроде бы не жаловался, но кое-что она подмечала и сама, учитывая её богатый опыт работы с этой звёздной братьей. И вот снова у меня из-за него проблемы. Поднявшись на третий этаж по слегка поскрипывающей лестнице, я постучала в сделанную из благородного красного дерева дверь кабинета Элиры Граус. Услышав разрешение войти, перешагнула порог и... наткнулась взглядом на высокую фигуру Дельгара. Этот мужчина прекрасно знал, что он хорош собой и умело пользовался собственной привлекательностью. Вот и сейчас на нём был отлично скроенный красный костюм, подчёркивающий высокий рост и широкие плечи. Шейный платок повязан безукоризненно. Густые тёмно-каштановые волосы, серо-зелёные глаза, правильные черты лица, прямой аристократический нос, чётко очерченные губы, ямочка на подбородке. Он выглядел словно ожившая девичья мечта. И стоило ли удивляться количеству разбитых им сердец? «Элира Граус, вы меня вызывали?» Спросила я, стараясь смотреть не на него, а на сидящую за массивным рабочим столом седоволосую женщину в красном платье, которая, кстати говоря, умела выглядеть милейшей тётушкой, если того требовала ситуация. Однако не сейчас и не со мной. «Взгляни на это». Начальница бросила мне газету. Она была отпечатана совсем недавно. Едкая типографская краска испачкала мне руки, когда я пробежалась взглядом по статье на первой полосе. Там говорилось о вчерашнем скандале, в котором оказался замешан Эдриан Дельгар о том самом скандале. Газетчик не скупился на громкие эпитеты и броские фразы, вроде «заманил невинную пташку в своей сети», «растоптал женскую гордость и честь», и самое нежелательное для реномы волшебника, «как мы можем доверять столь легкомысленным мужчинам собственную жизнь и безопасность». Нежелательное, потому что здесь напоминали о том, чем именно должны заниматься волшебники в первую очередь. Помогать людям, изгонять тварей с изнанки, развеивать призраков, отправляя их в загробный мир, а также обеспечивать качество урожая, чтобы королевство не голодало. Впрочем, урожай — это забота волшебников попроще, не того уровня, что Эдриан. Ведь он — Дельгар, лучший из лучших, привилегированный из привилегированных. «Что ты скажешь об этом?» — осведомилась у меня начальница. Её голосом можно было резать стекло, так холодно он звучал. «Как ты такое допустила?» «Я сказал тебе разобраться», — вступил в разговор волшебник. «Что тут сложного? Не смогла уломать девчонку?» «У этой девчонки, между прочим, есть имя», — вспыхнула я. «Её зовут Сильвия, и она, к вашему сведению, подписала договор о неразглашении, а ещё отказалась от компенсации. Но там, на площади, если вы не забыли, собралось немало народа. Вероятно, у кого-то был на вас зуб, или просто поиграть в поборника морали захотелось. Вот этот человек, воспользовавшись случаем, и пошёл в газету. «Тебе следовало проконтролировать», — процедил он. «Всю толпу?» — скрипнув зубами, уточнила я. «Да вы что же, издеваетесь? У меня вообще вчера выходной день был». «Так, хватит». Элира Граус хлопнула ладонью по столу. «Я собиралась тебя повысить, Мариэта, но после случившегося никак не могу. Однако же, если исправишь свою ошибку хорошей работой, к концу года всё же получишь повышение, как и прибавку к зарплате. А вы, Элир Дельгар, при всём уважении постарайтесь больше не допускать подобных... публичных выяснений отношений. Завершайте свои романы в приватной обстановке и без претензий». Я невольно фыркнула. Эдриан приподнял брось. «Начальница хлопнула по столу ещё раз». «Постараюсь что-нибудь придумать, чтобы спасти вашу репутацию, Элир. Вы же понимаете, семье Дельгар эта статья не понравится. Особенно вашей матушке, которая уже начала подыскивать для вас достойную невесту». «Она-то начала, но со мной посоветоваться забыла», хмыкнул волшебник. «Я уж точно не собираюсь жениться в ближайшее время. А если вы, выражаясь вашими же словами, не спасёте мою репутацию, Элира Граус, я уйду в другое агентство. Волшебство рядом, например. Меня туда давно приглашают и обещают лучшие условия». «Ни в коем случае», — скричала Элира. «Им нельзя доверять. Уверяю вас, я найду способ сделать так, чтобы люди снова вас любили и носили на руках, а не осуждали за глупый скандал. Это даже смешно. Право, кто в молодости не волочился за юбками. Все бабники со временем становятся замечательными мужьями, верными и опытными». Чтобы не фыркнуть ещё раз, я потёрла нос, сделав вид, будто он прямо в этот момент зачесался. Но Адельгар, кажется, разгадал мою уловку. На его губах заметилась непредвещающая мне ничего хорошего усмешка, и волшебник вдруг указал на меня пальцем. «Она тоже виновата. Так что пусть она мою репутацию и спасает. Отрабатывает должок, так сказать. И в самом деле», — поддержала его моя начальница, «Маретта будет приставлена к вам, Элир Дальгар. Станет вашей личной ассистенткой». «О, нет, едва не возвопила я». «Как вы на это смотрите, Элир?» «С превеликим удовольствием», — проговорил он и, развернувшись, вышел из кабинета, оставив меня в бессильной ярости кусать губы. Глава третья «Может, не надо?» — с просящими интонациями произнесла я, когда за волшебником закрылась дверь. «Ну, сами посудите, какая из меня личная ассистентка? Вы ведь знаете, какие у нас отношения. Дальгар меня сразу не взлюбил, я его тоже не слишком уважаю. Разве мы с ним сработаемся?» Но разжалобить начальницу оказалось невозможно. «Не обсуждается», — сухо обронила она, отряхнув и без того лишённую даже малейшей пылинки полированную столешницу. «Работницы моего агентства должны уметь находить подход к каждому человеку и выход из любой ситуации, даже самой сложной. Учти это, если хочешь и дальше здесь трудиться. К тому же ты действительно прострафилась». «Ну, я ведь уладила вопрос с девушкой», — упрямо возразила я. «Вы в самом деле считаете, что мне нужно было бегать с договором о неразглашении ещё и за зрителями? Как бы я одна с этим справилась?» Если не справлялась, следовало вызвать на помощь других сотрудниц. «Всё, не упрашивай меня изменить решение. С сегодняшнего дня ты личная ассистентка Эдриана Дельгара, и если понадобишься ему, должна быть готова в любой момент, даже если придётся сдёрнуть тебя с другого задания. А эта девица, которой ты, судя по всему, так сочувствуешь, напрасно отказалась от предложенной компенсации. Ей следовало перешагнуть, через свою гордость и согласиться. «Взять компенсацию за разбитые мечты», — горько усмехнулась я, вспомнив заплаканное лицо Сильвии. «Деньги никогда лишними не бывают. А со временем короткий роман с красивым искушённым мужчиной, к тому же волшебником, станет для неё лишь приятным воспоминанием, возможно, даже лучшим в её жизни». Рассуждения Эллиры Граус звучали цинично, однако чувствовалось за ними что-то такое «личное», словно она говорила, исходя из собственного опыта. Ведь начальница всегда утверждала, что не одобряет романтических отношений между волшебниками и ассистентками, даже увольнением грозила. Хотя желающие нарушить установленные начальством правила всё же находились. Вспомнить хотя бы Кэрролин, которая рыдала в женском туалете, после того, как ей пришлось давать в газеты объявления о помолвке одного родовитого волшебника. Невеста, разумеется, тоже была не из простой семьи, в отличие от самой Кэрри. Наблюдая всё это, я поклялась себе, что ни за что не закручу роман с волшебником, ни с одним из них. Я хорошо училась, много работала, прошла сложный конкурс, чтобы устроиться на эту вакансию, на которую претендовало немало соискательниц. Да и для родных мой заработок важен. У меня ведь ещё две младшие сестры подрастают. А отца не стало четыре с половиной года назад. Рисковать всем, чего добилась, с большим трудом ради нескольких сладких моментов, которые в конечном итоге всё равно завершатся слезами. Да ни в коем случае. Ты благоразумная девушка, Мариэта. Внезапно похвалила меня Элира Граус, чего я в такой ситуации никак не ожидала. И справишься с возложенной на тебя задачей. Не посрамишь, агентство и другим не дашь это сделать. А что касается любвеобильности Элира Дельгара, пойми, ведь он потомственный волшебник. Несколько поколений его семьи обладали этим даром, а волшебство — это энергия, как, впрочем, и всё в мире. Всё, что вокруг нас и внутри нас. Для того, чтобы она не застаивалась, нашим клиентам иногда нужна эмоциональная встряска, ну и обмен энергиями, в том числе и выраженный через интимную близость с женщинами. И после свадьбы тоже задала вопрос я. Женатых волшебников среди клиентов агентства было не очень много, и ими в основном занимались более опытные сотрудницы. Если и разыгрывались скандалы, связанные с супружеской неверностью, достоянием общественности они не становились. Несмотря на прогресс и постепенно проникающую даже в деликатные сферы свободу нравов, королевство Перегрин всё же оставалось во многом консервативным. Брачные узы здесь считались чем-то нерушимым, а разводы случались редко и повсеместно осуждались. «Ну, если свадьба была по любви, то другое дело», — с какой-то грустинкой улыбнулась собеседница. «Однако волшебники чаще всего женятся по семейному сговору, на тех, кто им подходит. Ладно, не забивай себе этим голову, возвращайся к работе. Как только придумаю что-нибудь для вас с Дельгаром, сообщу. Можешь пока другим девочкам с организацией праздника на волшебной аллее помочь». «Да, Элира Граус», — ответила я, не сдержав вздоха. Всё-таки не получилось отвертеться от участи личной ассистентки. Оставалось лишь надеяться, что она придумает не что-то, обещающее стать очередным испытанием для моей выдержки. Увы, интуиция ничего хорошего не предвосхищала. «Ну как, всё в порядке?» — встретила меня нетерпеливым вопросом Алисия, когда я покинула кабинет начальницы и вернулась к остальным. «Видела Дельгара». Таким довольным вышел, даже насвистывал себе под нос. «Да с этого Дельгара всё, как с гуся вода», — буркнула я и рассказала обо всём, начиная со вчерашнего скандала на площади. К нам подтянулись другие коллеги из тех, что были сейчас на месте. Охали, ахали, выражали сочувствие. Кто-то даже пожалел, что не на моём месте, хотя тут, по моему мнению, не жалеть следовало, а от души радоваться. Потому что я не сомневалась. Эдриан Дельгар мне всё припомнит, в том числе и то, что я заступилась за Сильвию перед ним и владелицей агентства. Он ведь твёрдо уверен, что ассистентки всегда, везде и во всём должны быть на стороне волшебников. Для таких, как Дельгар, этот закон не приложен. Вот он и пожелал нам не отыграться, считая, что за разгромную статью в газете тоже я ответственна. Может, даже больше, чем сам волшебник. Как там продвигается подготовка к празднику, много работы осталось? Спросила я у Алисии, решив сменить тему. Элира Граус сказала, чтобы я вам помогла. Волшебная аллея — место вроде огромного цирка, где волшебники демонстрируют народу свои таланты. Устраивают эффектные представления с иллюзиями и фокусами, в том числе и телепортацией, которой владеет далеко не каждый волшебник. Некоторые номера достаточно жуткие, как-то даже призрака показали настоящего неиллюзорного. Такая паника тогда поднялась. Зато потом те, кто не испугался, хвастались перед другими, у кого нервы оказались послабее. Билеты на праздники раскупаются, как горячие пирожки. Количество желающих поглазеть на чудеса с каждым годом становится всё больше. Помню, когда-то в детстве я тоже однажды попала на такое мероприятие. Пришла вместе с родителями, но в толчье выпустила мамину руку и потерялась. В толпе меня едва не затоптали, и я очень испугалась всех этих незнакомых людей, которые спешили занять лучшие места. Забрела куда-то за кулисы, где стояла и плакала, прижимая к груди крепко сжатые кулачки. Моё новое синее под цвет глаз плотице помялось. На рукаве зияла некрасивая дыра от зацепившегося за тонкую ткань гвоздя. Я боялась, что за это меня тоже отругают, когда найдут. А потом увидела его. Мальчика-подростка с тщательно причёсанными тёмно-каштановыми волосами, одетого в аккуратную дорогую одежду. Тогда он показался мне ужасно взрослым. Я ведь ещё не знала, что он всего-то на пять лет меня старше. Да и для меня семилетние пять лет были значительным сроком. Я никогда не видела таких красивых мальчиков, поэтому при взгляде на него даже плакать перестала. Чего ревёшь, кудряшка? Спросил он, подойдя ко мне. Положил ладонь на мой рукав. И прореха на ткани вдруг сама собой затянулась, словно и не бывало. От изумления я приоткрыла рот. «Эдди! Эдриан! Куда подевался этот мальчишка?» Услышала я, и к нам приблизилась очень красивая женщина в роскошном бархатном платье с красной оторочкой на лифе и подоле. Так одевались жёны волшебников. «Что это за девочка?» Нахмурилась она, увидев меня, и я показалась себе на фоне этой прекрасной лиры за марашкой из сказки про маленькую трубочистку, которая через камины могла заглядывать в богатые дома и смотреть, как живут их обитатели, а потом выросла и влюбилась в принца. «Надо позвать служителя, мама», — ответил ей мальчик, озорно подмигнув мне. Я уже не сомневалась в том, что он самый настоящий волшебник. Кажется, наша гостья заблудилась.